Шо вы головы гаситесь? Давайте, как обычно, три новости за три минуты и будем двигаться дальше. Возможность отключения официальных рекламных обновлений в каналах Telegram анонсировал основатель Павел Дуров в своем канале в мессенджере. 4 ноября Telegram начал тестировать официальные рекламные обновления и запуск собственной рекламной платформы, а в конце октября ее представили полноценно под названием Telegram S. В Telegram объяснили, что реклама необходима для покрытия основных расходов, чтобы сервис дальше оставался бесплатным для пользователей, а также пообещали не использовать личные данные и сделать саму рекламу максимально ненавязчивой. И вот уже 6 ноября основатель Telegram Павел Дуров объявил о введении платной подписки, позволяющей отключать рекламу. Она должна стать доступна до конца этого месяца. Ее решили ввести после того, как пользователи сами попросили о такой возможности. Сколько будет стоить подписка и будет ли включать еще какие-то функции пока не уточняется, но скажу вам честно, я бы с удовольствием оформил такую подписку, чтобы не видеть навязчивую рекламу, потому что мессенджер реально удобный, быстрый, комфортный для использования, и я уверен, что несколько долларов в месяц погода никому не сыграет. Но прежде чем двигаться дальше, я попрошу вас подписаться на канал, потому что вы смотрите и слушаете на мышу, а это, как вы знаете, не очень красиво, поэтому тисните на подписку, тисните в колокольчик и погнали дальше. Корпорации Microsoft сообщают, что скоро пользователи операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 утратят возможность синхронизировать свои данные в облачном сервисе OneDrive. Окончание поддержки этих OS запланировано на 1 марта 2022 года. Кроме того, приложение OneDrive больше не будет получать обновления на этих операционных системах, а сама же поддержка OneDrive для Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 прекратится 1 января. Стоит отметить, что файлы по-прежнему будут доступны из приложения OneDrive, независимо от того, с какой версией Windows работает пользователи, но они не будут больше автоматически загружаться в облако. Ну и напоследок у нас, как обычно, такая шутейская новость. Это то, что многие владельцы смартфонов Pixel 6 жаловались на работу сканера отпечатка пальцев, из-за которого возникали сложности с его разблокировкой. И теперь же Google, наконец, прокомментировала эти жалобы и рассказала, почему наблюдается проблема в работе сканера отпечатка пальцев. Google объясняет проблему улучшенными алгоритмами безопасности, которые используют сканер отпечатков пальцев Google Pixel 6. Компания утверждает, что из-за этих мер безопасности проверка отпечатка пальцев может занять больше времени или потребовать более прямого контакта с датчиком. Приведенная ссылка на страницу поддержки Google фактически не предлагает особой помощи, она лишь содержит общеизвестные рекомендации, такие как убедиться, что пальцы чистые, и пользователь прикладывает палец, который он зарегистрировал в смартфоне. То есть это типа из серии, как Apple говорила раньше, что вы не так держите смартфон. Ну на этом, пожалуй, все. Спасибо, что досмотрели, дослушали до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не теряйтесь.